Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели, Олег Пеков в студии, это программа «Разворот» за звукорежиссёрским пультом Евгений Копеин. И сегодня мы поговорим о выставке, которая откроется в Риге уже в эту пятницу, 26 октября, продлится до 4 ноября, в творческом пространстве «Интрига. Арт». И впервые в Латвии, впервые мы увидим работы казахстанского художника, этнографа, историка, члена Союза художников Республики Казахстан, Есенгалий Садырбаев, сегодня в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. И сегодня вот также в нашей студии Ирина Бурьяченко, можно сказать, вдохновитель, творческий организатор «Интрига. Арт». Здравствуйте, добрый день. Ну вот Есенгалий Садырбаев первый раз приехал к нам в Латвию, даже вообще, по-моему, в страны Балтии, и это будет интересное знакомство с художником. Может быть, просто сначала, Ирина, вы могли бы рассказать, каким образом произошло, чем вас заинтересовали работы Есенгалий, и почему бы появилось желание показать, познакомить, показать латвийской публике? Вы знаете, так как у нас идея показывать как можно больше интересных художников из разных стран, я хотела завершить кавказскую историю. То есть мы показывали из Грузии художника, из Армении. Я думала закончить Азербайджаном, но тут мой друг Каха Кенвели, грузинский художник, предложил мне Есенгалий Садырбаева посмотреть его работу. Это его приятель. Я посмотрела и поняла, что я ничего абсолютно не знаю про Казахстан, что это удивительно интересные работы, это какой-то новый пласт для меня, и я так полагаю, раз для меня, значит, и для всех остальных, неизведанно и любопытно. А еще картины прекрасные, каждая картина – это какая-то история. А так как Есенгалий историк, он еще может об этом рассказать, то я очень рада, что он приехал, согласился. Ну, я думаю, что все, кто посмотрит, не разочаруются. Есенгалий Кемекбаевич, вот скажите, насколько исторически история играет большую роль для ваших картинах? Почему вот они настолько связаны с историей? Там есть целая серия картин «Шелковый путь», есть серия картин на другие исторические темы. Ну, я с самого начала своей творческой деятельности себе поставил цель быть правдивым, реалистичным в написании какой-то истории, допустим, не обязательно исторической какой-то, но, допустим, даже реальной истории, но детали, вот детали очень важные. Поэтому я, когда начал углубляться в детали, допустим, какой-то исторической картину, там, с древнего времени или, допустим, недавнего времени, и углублялся, и это все поглощало меня, и начал изучать литературу соответствующую, все архивы поднимал, и настолько углубился, что я уже без этого не могу. Любая, даже какая-то мелкая, там, натюрморт, там, вещь какая-то, бытовая вещь, ну, там, тема для картины небольшая, там, ну, сюжет, там, допустим, несложный, все равно я начинаю изучать, и поэтому обязательно стараюсь изучить полностью все от и до, касаясь этой темы, что, что касается. Поэтому, ну, это без этого невозможно. Я любую картину начинаю с изучения исторического материала. Я знаю, что вы даже отправлялись на раскопки вместе с археологами и проводили там время, изучая, там, курганы, погребения, вот, что это давало для вас? Смотрите, когда я познакомился с известным нашим археологом Зейнолу Асамашевым, он на весь мир известен тем, что обнаружил целый пласт сакской, скифской культуры. Ну, известно на Европе как скифы, мы говорим саки, это наши предки, которые жили 3-4 тысячи лет назад, и когда я с ним близко познакомился, он настолько вживо все мне интересно рассказал, что я говорю, возьмите меня в экспедицию, я хочу там материала, он действительно включил меня в экспедицию, я жил там где-то 2 недели в палатке, участвовал в раскопках, и настолько все действительно, вот эти пласты мы поднимали одновременно со всеми археологами, и вот этот вот пласт истории, когда на твоих глазах поднимается, мы обнаруживаем какие-то там вещи, действительно, и я задумывал огромную картину. После знакомства с этой историей, которая была несколько тысяч лет назад, я написал огромную картину, называется «Погребение сакского вождя», это в той долине происходило, потому что курганы эти были сакские царские царей, называется «Царская долина», «Долина царских царей», вот, эта картина завоевала очень большую публику, премию завоевала, и она попала в Книгу рекордов Казахстана, это очень большое полотно, около 3 метров, там большое количество персонажей. Более 300? Да, да, более 300, и она сейчас расходится в этих учебниках, везде в энциклопедиях, везде ее цитируют, показывают, она как стала и в музее висеть сейчас, для энциклопедии той жизни, то есть детали я все изучал, если даже не хватало мне что-то, я ездил в другие архивы, там, вплоть до российских, изучал, вот эти элементы одежды, элементы убранства, элементы оружия, даже традиции, мы все изучали, я, все меня, кто мог, консультировал, все, что касается этой темы, у меня, я собирал материал, и где-то два года сидел над этой картиной, и вот то, что получилось. Эта история очень меня вдохновила, и она отложила отпечаток на дальнейшую мою работу. Я слышал, что вообще создание этой картины было, ну, тяжелым, потому что небольшая студия, и приходилась работа, чуть ли не согнувшись, три погибели. Да, в старом доме, еще я до перестройки, вернее, перестройка моего дома, имеется в виду, политическая, вот, я, там у меня небольшая мастерская была, я под крышей, ну, вот, сидел в три погибели, как говорится, и на жестком стуле работал, но настолько была фанатична эта идея создать что-то такое, поэтому мне невозможно было оттуда оторвать, я два года сидел безвылазно, и вот создал эту вещь. Ну, это все мне напоминает, например, историю о том, как Репин, для того, чтобы написать вот убийство Иваном Грозным, своего сына, ходил в музей, ну, по Кремлю, ходил, смотрел, чтобы сапоги, вот, были из той эпохи, то есть, в принципе... Совершенно верно, вот, опыт предшественников, и Репина, и Иванова, которые в Италии вот это создал большую свою картину, ну, и раньше, которые в эпоху Возрождения работали, все опыт, все предшественники меня вдохновляют. Я учусь у них, потому что, действительно, вот, у них тогда не было ни интернета, как говорится, не было, вот, фотографий не было, они сами шли непосредственно, я вот стараюсь тоже использовать весь их опыт, тоже быть правдивым, чтобы это была музейная вещь, чтобы... Вот сейчас мы по этим картинам тех художников, которые вы назвали, мы можем изучать историю того времени. Также я хочу, чтобы по моим картинам изучали школьники, или туристы, или кто-то еще, и историю нашего народа, все. — Шелковый путь — это, в принципе, такой очень тоже масштабный проект, ведь получается, что вы отобразили картины жизни каждого города на этом шелковом пути, если я не ошибаюсь, да? — Да, да, да. Ну, я, когда к этой теме прикоснулся, почему-то информация была однобокая про культуру, про историю нашего народа. Во всем мире нас знают как кочевников, но мады и все. Я, когда изучал, познакомился с директором археологического института, Карлом Байпако, он написал на этой теме неоднократно много, ну, в смысле, несколько много статей, книгу издал про средневековые города. — Да. И я тоже очень был удивлен, что, оказывается, очень много было городов, предки были и осетлыми, и торговали, и вот по этому шелковому пути очень много было городов. Когда я окунулся в эту историю, тоже сильно вдохновился и начал изучать, я ездил на раскопки, я вот прошел буквально весь юг Казахстана, с юга, вот весь запад, вот с восточного Казахстана, потом весь там, где находятся города. Некоторые города до сих пор существуют, такие как Тарас, Чимкент, Атарар, Туркестан, Сарайчик, но они более-менее еще сохранены. Многих городов нет, просто, как говорится, стерто с лица земли, ну, там, в зависимости от разных политических условий, войн и все остальное, междоусобицы. Вот эта культура, которая настолько была интересна, богатая, представляете, мы находились, эти города находились на перекрестке двух цивилизаций, китайской и европейской, и персидской, поэтому и Физантия там была. Поэтому вот микс всех культур, микс городской культуры, любой культуры или религии, все это перемешивалось и создавалось такой какой-то жемчуг, жемчуг на этом, как будто вот жемчуг создался на территории Казахстана. И когда изучаешь эту историю, это невозможно просто так пройти мимо, и я хотел показать именно вот весь средств этой культуры, городской. Вот, я не знаю, получилось, не помню, но я неоднократно возвращаюсь к этой теме, в этих городах написать базары, людей, все, что там продавалось, создаю отдельные картины, определенные базары, допустим, рекордан-сарая. В общем, изучаю подробно и стараюсь это все, чтобы было правдило. А если эти города исчезли, вот как вы сказали, как вы их, ну, вот... Рукописи есть. Я обнаружил, есть в интернете, называется библиотека, рукописи древних, так называется. Я нашел там рукописи древних этих, ну, там, средних веков, 12-го, 10-го, 11-го веков, путешественников, которые проходили. Ну, самые известные здесь Марко Поло, Гильем, Руброк, там, Плана Карпения, есть Ибн Батута, арабские, потом есть кто позже, кто раньше ездил. Все описывали, ну, небольшие буквально строчки о каком-то определенном городе. Вот, допустим, Марко Поло, я, говорит, видел такой-то город, какие-то базары, описания. Марко Поло и другие описывали какие-то города, там, базары, караван-сарай, какие-то религиозные учреждения. И по крупицам буквально я собирал одежды, какая была, церемонии какие были. Допустим, есть описание одного путешественника, харизми, кажется, он писал буквально все, что продается на базаре. Представляете, цены даже указал. Вот по этим маленьким деталям я мог бы создать такие вещи. То есть, именно даже там, если мы будем смотреть на ваши картины, то есть, те товары, которые разложены, они соответствуют именно действительности, это то, что продавалось тогда. До десятки видов риса цветного продавалось. Представляете, сейчас мы имеем только в Нарфазаре один-два вида белого, там, какого-то бурого. Там цветной рис, цветной. И это археологи обнаружили вот холщовые мешки старые в этих раскопках. Там цветной рис был, какой-то красный, какой-то голубой, синий. Не знаю, почему это так было, но мы утеряли даже, можно сказать, культуру ту древнюю. И, допустим, цены я знаю. Допустим, у меня на одной из картин нарисовано, как взвешивают на весах, допустим, рок-морали и здесь какой-то продукт. Вот они взвешивали, это был эквивалент какой-то валюте. Шелк, конечно, само собой был валютой того времени. А я знаю, что вы еще делали иллюстрацию, обложку романа Ильяса Есенберлина к кочевникам. То есть, чем вас заинтересовала эта трилогия? Ну, вот наш классик казахский, еще, можно сказать, с детства, со школьницами, мы все изучаем эту историю, трилогия кочевники, там, становление казахской нации. Мы все со школы, как бы, изучаем. Я с детства, ну, как бы, знал и практически, может, наизусть знал. И тут неожиданно на одной из выставок подходит ко мне сын и писатель и говорит, мы вот создаем новое издание, не хотите ли вы попробовать обложку сделать? Ну, с удовольствием, это, говорю, моя мечта. И даже там не в цене было дело, я, говорю, это сделаю. Ну, какое-то время прошло, я несколько эскизов сделал, представил, вот ему понравилось. Это издание очень хорошо разошлось, буквально, можно сказать, с 7 из полок магазинов. Даже у меня вот ни одного экземпляра не осталось, я кому-то подарил. Очень удачно было. Я там попытался именно дух кочевника передать, стремительный бег лошадей, все это. И, конечно, вот костюмы там были у меня определенные типы. Я знаю, что вы еще пишете и пейзажи, и пишете современные базары, есть целая серия там на сайте. Ну, как-то, видите, я немножко хотел, может быть, не знаю, в угоду молодежи или современному искусству создать микс современного искусства и традиционного. То есть, у меня в центре, допустим, картина четко реалистические детали, допустим. Можно увидеть лица, какие-то вещи, а все вокруг как бы размывается абстрактным таком. Ну, это не то, что там просто абстрактные пятки. Нет, это импрессионистские какие-то, мне напоминают. Это, знаете, вот, может быть, для, особенно, западного жителя, когда он приходит на Восточный базар, он оглушается от этих звуков, от цвета, от какой-то, как будто для него хаос какой-то. Вот это я показал, что как бы цвет ведет цветной вот этот вот хаос какой-то, абстрактные пятна, но все они определенного вида связаны как бы с космосом. Понимаете, вот центры реалистические, все вокруг вот такое импрессионистское. Ну, и еще написано это технически, если вы можете понять, мастихином. Не хисточкой тонко прописано, а мастихином, то есть там пастозно написаны вещи, можно сказать, да, действительно, импрессионистские. А какие, что увидят латвийские зрители на вашей выставке, какие работы вы привезли, на какие темы, сколько вообще картин будет? Ну, на выставку привез 27 картин. Там основные две темы – шелковый путь и казахская национальная охота. Ну, это самые две темы, с которыми я постоянно работаю, то есть уделяю больше всего в своем времени. Шелковый путь – это история наших шелкового пути на городов, базаров. Там можно на них увидеть костюмы, все, что продается, товары. Там не только на казахских городах, весь вся Средняя Азия, там Узбекистан, все вот это вот, Бухарас, Амарканд. Ну, национальная охота – это дух нашего народа. Это в картинах про национальную охоту можно увидеть традиции, все, что передавалось с поколения в поколение, связь с природой, там животные, собаки, птицы, лошади. Все, что быт кочевника, он был неразрывно связан со всем этим. Эти собаки, животные, птицы, лошади, они все были в одной связке. Охота была такая. Там, допустим, если посмотреть на одну из картин, называется «Облавная охота», можно понять, как охотились в то время. Много лошадей, много собак, много людей. Они создавали огромные, огромные, эти, как сказать, охотничьи, большие группы, охватывали огромные территории. Эта традиция была с древних времен. Так что по картинам можно понять культуру и традиции моего народа. Насколько я знаю, даже, по-моему, школьные учебники используют ваши картины. Да, есть. Неоднократно использовались иллюстрации. Они мне звонят, пишут, просят. Я даже, можно сказать, безвозмездно часто отдаю иллюстрации для того, чтобы... Пусть используют и дети, пусть, по-моему, картины изучают историю. Это очень хорошо. Ну, то есть, вот именно те картины, я хочу для наших слушателей еще раз подчеркнуть, на которые отражают историю охоты в Казахстане, это, опять-таки, это все на исторических каких-то материалах. И это отражает именно не... Ну, какие-то фантазии. Часто бывает, что эти художники рисуют прошлое, они там каких-то былинных героев, там что-то такое начинают фантазировать. Вот здесь это все абсолютно реалистично. Ну, и я понимаю, что у нас... А, есть еще одна минута, просто я тогда нашим слушателям скажу, что в пятницу, если вы заинтересовались, вы можете прийти на выставку казахского художника, этнографа, историка, члена Союза художников Республики Казахстан, Есенгали Садырбаева. Это будет проходить в творческом пространстве «Интрига. Арт на Вагнера-14». И выставка продлится недолго, буквально до 4 ноября, поэтому не откладывайте, может, посещение в долгий ящик, а сразу после короткого перерыва мы поговорим, может быть, о месте художника в современном мире, о роли современного искусства, почему современное искусство, может быть, конфликтует с реализмом. И на все эти темы мы поговорим с Есенгали Садырбаевым. Продолжается программа «Разворот». Сегодня мы говорим об искусстве. У нас сегодня в студии казахстанский художник, этнограф и историк Есенгали Садырбаев. И, в принципе, вот мне все время кажется, что вы идете, можно сказать, против течения. Вот когда говорят о современном искусстве, почему-то вот сейчас реализм не в почете, очень много художников предпочитает рисовать какие-то абстракции. Ну, если честно, даже вот когда разговариваешь с людьми, им стыдно признаться, что они не понимают современное искусство, потому что какие-то инсталляции из окурков, какие-то картины, ощущение, что это просто тряпочка, в которую художник вытирал кисти, и вот ее просто почему-то перепутали, да, вот ее вывесили на картине. То есть, получается, насколько тяжело или легко вот оставаться реалистом в современном мире, где больше приветствуется, ну, какой-то вот такой революционный искусство. А вот я сделаю не так, как все делали. Ну, смотрите, лет 10 назад один друг написал статью про меня, назвал «Последний магиканин». То есть, ну, как бы шутку, да. Говорит, так никто уже не пишет такой реализм. Ну, на самом деле, у нас много реалистических художников, просто не все видны, как бы, на публике. Для себя я четко осознал это, что только реалистическими методами я могу отобразить то, что меня волнует. Допустим, абстрактными, какими-то пятнами. Я с самого начала себе поставил цель описать историю своего народа. То есть, а как сделать это? Только реалистически. Потому что у нас целый пласт истории не описан никак. Ну, как бы, знаете, вот кочевые народы, и вообще наши среднеазиатские, поздно пришли к современному, так сказать, ну, пониманию, наше понимание, современная живопись, так сказать, технически, холст, масло и все такое, оно пришло где-то, наверное, в середине 20 века, когда уже в Европе, там, в других странах уже это тысячу лет происходит. Поэтому, а как, вот мы, допустим, если зайдем в музей Лувра или Рима, мы увидим всю историю Франции. От древних времен написано буквально каждый год, там, не знаю, каждый период истории написан на холстах. У нас такого нет. Вся у нас история нет. У нас только, может, в рукописях или в музее, куда черепки там все. Я свою целью ставлю задачу, ну, как говорится, я не могу объять необъято, но я, по крайней мере, поставлю цель, все, что я смогу, вот, из тех тем, которые меня касаются, написать на холсте. Вот. А только реалистическим методом я могу это сделать. Абстрактами невозможно. И потом, все-таки история, она требует тщательного, детального изучения. Это невозможно сделать другими методами. Абстракт, наверное, существует, когда она появилась бы у нас в 90-е годы. И, конечно, многие, особенно молодые художники, бросились в это абстрактное искусство, авангардное искусство, ну, подражая Западу, конечно. Ну, и это было, конечно, смешно смотреть, потому что, знаете, вот, как сказать, это уже вторично, или, может быть, даже не вторично, третично, когда вот подражает, уже подражателям это все. Надо будет оставаться самим собой, внутри оставаться собой, и нести то, что ты можешь, так сказать, то, что тебе на сердце лежит. А я вот знаю, что многие, кто обратились к абстракции, 90-е годы, на волне моды, они сейчас опять возвращаются к реализму, потому что уже поняли, что это тупик. Так я и думаю, что многие, у которых не было четкого понимания, четкой платформы, они зашли в тупик и сейчас возвращаются опять к реализму. Ну, я никак не могу там их сильно ругать, критиковать, она имеет право на жизнь, у меня есть и друзья, которые абстрактно занимают. Но там должна быть четкая идеология, четко понимая, что ты хочешь сказать. Если ты не можешь реализмом сказать, скажи это какими-то инсталляциями, но это должно понимать, это не должно быть мусор, это должно быть четкая идея здесь должна быть. Хоть социальная или политическая, но это должна быть четко внутри заложена идея. Тогда я могу понять это и приветствовать. Ну, вот вы сказали, что ваша задача отобразить историю казахского народа, а в принципе, вот если говорить о роли современного художника, потому что раньше художник выполнял, например, заказ, когда не было фотографий, он писал портреты, люди хотели запечатлеть себя, своих близких, для истории, для будущего, писали пейзажи, какие-нибудь картины, чтобы они украшали жилище. Вот по вашему мнению, сегодня, когда есть, с одной стороны, уже и фотографии, и нету такой необходимости, вот в чем себя проявляет современный художник? Ну, смотрите, фотография все-таки это техническая штука. Она только, как вот, техническими методами отображает то, что есть реальность. Художник, он через сердце, через свои эмоции передает. Даже если он будет, ну, вот есть у нас такое, не у нас, а вообще в мире, суперреализм, когда Аиза отображает все один, прямо в один все. И то там есть отношения, но это уже как бы перегибы. А если художник, особенно если создает портрет, он тушу должен человеку передать, глаза его, все, что внутри в нем. Фотография этого не сделает. Масло, холст, имеет свою энергию. Вот даже акрил, акриловая краска, они сделаны из нефти, а у нее не такая энергетика. Вот натуральная масса, натуральный холст и натуральные кисти, они имеют свои основы, энергию свою, заложенная энергия. Поэтому мы восхищаемся какими-то древними картинами эпохи Возрождения там. Ну, мы не можем объяснить это, может быть, на эмоциях сделано. Вот и импрессионисты тоже. Я тоже стараюсь, и реализм, который сейчас есть, надо вложить в свою душу, в свое отношение к этому изображению. Можно сказать, ведь картины древних, они были, ну, своего рода кинематографом прошлого, потому что нужно было придумать сюжет, нужно было расположить большое количество персонажей, нужно было сделать так, чтобы это было понятно зрителю, который придет смотреть картину, и часто бывало, ну, там были моменты, какие-то зашифрованные детали, которые понимал зритель. Вот как вы вот создаете свои картины, то есть вот распределяете этих персонажей, придумываете какие-то детали? Ну, я, когда начинаю какую-то сложную работу, многофигурную, я это все сначала описываю на бумаге, допустим, от названия, или там, от того события, которое происходило, допустим, из какой-то там исторических событий, или мирная сцена там на базаре, я себе пишу сценарий, так называемый, аннотацию, потом я уже по... после завершения я пишу уже аннотацию, а пока пишу сценарий, как, что конкретно меня волнует, допустим, какие-то продавцы в таких-то костюмах что-то продают конкретно, или, допустим, караван, или город, все сначала я напишу на бумаге, а потом эскиз создаю. Десятки эскизов создаются, когда уже я вижу что-то, я уже собрал костяк, уже можно изображать. И это идет постепенно, постепенно, я даже, может быть, уже по завершению могу какую-то деталь добавить, но это уже будет на суще. Главная идея, она приходит в начале. А потом уже я ее опять описываю, только уже более литературно. Раньше ведь художники писали много на заказ, то есть, ну, это было даже немного, а в основном это было практически, они выполняли заказы, там, жителей города, предположим, если он жил в каком-то городе. Вот как вы относитесь к этому? Пишите ли вы какие-то картины, если вам заказывают, или сюжеты, или там? Ну, я к заказам отношусь положительно, если это не противоречит моим внутренним убеждениям, это нормально. Тем более, конкретно уже есть тема и цель. Но чаще всего, 90% картин я пишу, то, что меня самого волнует. И, когда я закончу, и оказывается, это других волнует тоже, если, допустим, приобретается, или кто-то там кому-то дарит, я с удивлением обнаружу, что то же самое, что я чувствую, они тоже чувствуют. И это приятно. Скажите, вот как в Казахстане относятся к изображению обнаженной натуры? То есть, то, что в дню, то, что в принципе, ну, очень в какой-то момент было и популярно. И часто, кстати, вот эти сюжеты, если говорить там о Франции 19 века, их всегда зашифровывали в какие-то или библейские сюжеты, или, ну, например, или, может быть, какие-то экзотические продажи, там, рабынь на каком-нибудь рабовладельческом рынке, где-то на Востоке. И вот это позволяло художникам рисовать обнаженное красивое женское тело. Ну, сейчас, как бы, уже 21 век на дворе, и поэтому у нас особо таких нет запретов. У нас есть галерея, по-моему, которая раз в год проводит именно целенаправленно дню выставку. Там могут и фотографы участвовать, скульпторы, и графики, и живописцы. Ну, нормально. Просто, если это написано красиво, оправдано, если там какая-то часть открыта, там все прикрыто, это нормально. Не должно быть вульгарщины, и все. У нас есть и там, на продажу, и в любой галерее можно уйти. У нас такого нет, прям, чтобы запрета. Но, главный критерий это красота. Если это красиво, оправдано, пожалуйста, запрета нет. Пишите ли вы, работаете ли вы на пленере, то есть, или вы работаете в студии, насколько вот выезд на природу и какие-то детали, или вы запоминаете, затем переносите? Ну, для художника пленера очень нужная вещь, необходимая. Я участвую ежегодно в разных пленерах. Мы вот собираемся разные художники. Бывает, что это в республике, такие среди местных художников мы выезжаем. Иногда, вот сейчас, это интересно, такой опыт, симпозиум международный, тоже мы выезжаем, там, в Россию ездил, в Турцию ездил, в другие страны, в Словакии. Там вместе художник собирают, тоже напишут пленер. Это очень, во-первых, обмен опытом, во-вторых, это освежает твою кисть, твою палитру. Пленер очень необходим, особенно если у меня много исторических картин расположены среди природы, то есть, там, горы, там, лес, луга, там, все такое, особенно охота. Охота, она непрерывно связана с природой, поэтому я стараюсь, чтобы то, что я вижу в жизни, изобразить в картине, вот, это необходимо. Пленер, это как бы инструмент нашей жописи. А насколько эта работа сложна, трудна, то есть, там ведь разные могут быть погодные условия, или, ну, часто бывает световой день короткий, или как приходится. Ну, тут надо, это, вот, пленер чем хорош, что надо быстро, это как импрессионизм, быстро уловить момент состояния природы. Это, мастерской можно не спеша, там, может быть, с отдыхом, то есть, целый день. А пленер обычно час-два, вот, два-три часа, особенно если погода меняется, надо быстро сводить состояние природы. Самые важные моменты надо схватить, а потом уже по памяти или как-то по эскизу можно уже детали добавить. Я видел, побывал на вашем сайте, и вот здесь просто такой, может быть, вопрос, как связаны современные технологии, возможности использовать интернет, социальные сети для того, чтобы популяризировать свое творчество, и вот используете ли вы это в таких целях? Ну да, я социальные сети, сайт, я даже приветствую, потому что это очень помогает для связи с окружающим миром. Я сам по себе человек, так сказать, такой, замкнутый, не то, что замкнутый, я стараюсь работать в замкнутом пространстве, в Моисиской. Редко там хожу на выставки, может быть, сейчас, раньше чаще ходил, сейчас более, провожу время больше в Моисиской. Вот, кстати, интернет, и сайт, и социальные сети не помогают для общения с большим количеством народов, причем во всем мире. Любой человек, находясь там на другом конце мира, там в Америке, в Африке или в Азии где-то, он может открыть мой сайт, посмотреть мои картины, там обратная связь, если он может мне написать там на на e-mail или там, в общем, в Facebook или другие социальные сети, они помогают для общения. Это обратная связь. Если кого-то волнует то, что меня волнует, мои картины кого-то там интересуют, это очень хорошо. Я, значит, чувствую сопричастность к какому-то нашему сообществу, которые охотники. Кстати, на тите, картина на тему охоты у меня очень много друзей, охотник из всего мира. Представляете, я там напишу какую-нибудь там тему на казахскую тему охоты, они пишут там с Америки или там откуда-то другие страны, из Европы там. Это тоже, что мне интересно, это собаки, это лошадь, обсуждают. Я вижу, что это мы как бы в одном русле идем, поэтому это очень нужная вещь, я думаю. То есть, если говорить о практических вещах, то есть, можно ли приобрести ваши картины через, ну вот благодаря интернету, потому что часто бывает, что здесь по-средникам у художников всегда выступают какие-то галереи, галеристы, выставки необходимы, а здесь интернет? Ну, с продажей в интернете как бы трудновато, потому что, не знаю, может быть, у нас менталитет, люди хотят прийти, потрогать эту картину, почувствовать ее воочию, потому что у меня картины разного размера, допустим, многие говорят, а мы думали, она такая, она маленькая или большая. Интернет, вот и особенно сейчас многие в основном с сотки заходят смартфонов, на таком маленьком экране невозможно понять все, особенно мелкие детали рассмотреть все, поэтому меня, допустим, через интернет мало покупают, и я вот с этим как бы еще не отработана эта система, чаще всего просто созваниваются, пишут, и потом при личной встрече они, если это в Алма-Ате, там в Казахстане, а так за рубеж, допустим, ну, иногда писали, конечно, что-то, что-то, я там, ну, дальше разговоров пока не доходило дело. Ну, вот я нашим слушателям, кстати, скажу, что перед эфиром как раз Ирина мне сказала, ну, я говорю, я зашел на сайт, а посмотрел, стоп, ты не видел их живыми, то есть это настолько производит совершенно другое впечатление, то есть я знаю, что насколько часто бывает, когда мы берем, даже альбом вот дома лежит в музее, мы там, ну, разглядывали эти картины, когда ты приезжаешь в этот музей, ты видишь вот по-настоящему, как эти картины, там, Леонардо да Винчи, там, Гогена, Пикассо, насколько они совершенно отличаются от того, что ты вот себе даже представлял, насколько они другие. Да, иллюстрации не передает, конечно. Да, но вот вы говорили о том, что вы часто даже безвозмездно передавали возможность использовать свои картины для учебников, вот я заметил, что такое строгое предупреждение на сайте, что, напоминаю, в случае копирования картин без согласия автора вы нарушаете закон. Вот насколько действительно я, ну, такие случаи бывают, просто я знаю, что использовали для рекламы кафе «Шоколадница», например, знаменитую картину «Шоколадница», которая висела в музее, музей возмутился, говорит, как вы имеете право без нашего вообще согласия просто вот брать и в какой-то пошлой рекламе там где-то использовать эти картины. Сталкивались ли вы с таким? Ну, знаете, вот эта надпись появилась буквально недавно, когда я столкнулся с коммерческим использованием моих картин. Я до этого говорил о безвозмездных, то есть там касается учебных заведений или каких-то энциклопедий. Во-первых, они как бы небогатые издательства, а во-вторых, это идет популяризация культуры. Картина на втором месте. Главная культура вот этой истории. А появились какие-то коммерческие структуры там, которые использовали мои картины в коммерческом. То есть они извлекали прибыль. Это бизнес. Ну, раз вы используете, тогда вы должны авторские права заключать договоры. Вот поэтому я написал. Просто это стало, буквально вот я столкнулся с этим в последнее время. Очень много стало. Поэтому я эту на сайте разместил информацию. Для бизнесменов, для коммерческих структур. Ну, да, да. Ну, то есть, в принципе, если к вам, но в любом же случае всегда можно обратиться и объяснить ситуацию, объяснить для цели, для которых использовать. И таким образом можно все это... Главное, надо указать автора, и все. Уже это, как бы, уже смягчает обстановку. Обычно мы всегда представляем, знаете, вот есть такой стереотип о художнике, что это должно быть обязательно, оно такое полубезумное, там, голодное, несчастное, там, ну, это вот, ну, какой-то уже сложившийся стереотип, да, о художниках. Обязательно, я не знаю, живущий где-нибудь, там, в мансарде, сильно пьющий, как правило, ведущий беспорядочный образ жизни. Вот, насколько этот стереотип, он сегодня соответствует реальности? И вообще, как, каково вот сообщество художников, например, если брать, вот, Казахстан? Ну, разное, разное, конечно, есть люди, которые, действительно, здесь сильно фанатически преданы искусству, ну, и при этом, немножко коммерчески не, ну, не то, что я говорю, не успешно, успех, это такое дело, знаете, в обычках, ну, просто они немножко, не востребованы, может быть, их картины очень трудно, при этом, они интересные художники, но они себе упорно хотят идти по своему пути, нигде можно, там, не подрабатывая, не преподавая, что-то, ну, социальное, понимаете, у нас же время сейчас такое, что ты из социума не можешь выпасть, у тебя есть семья, у тебя есть какие-то обязательства, у тебя все такое, если ты выпадешь, ты уже сразу начинаешь какой-то уровень, но, если есть действительно такие художники, которые просто своим вкуском, они продолжают свое дело, но при этом они нормальные, не пьющие, там есть нормальные, люди поддерживают их, они приезжают, приходят на выставку, есть поддержка, ну, конечно, кто-то, особенно, вот, кто-то, не то, что из упрямства, из принципа, упорно хочет соответствовать к тому имидже, который навязан, кстати, теле, не теле, а вот кино навязан, показывают, там, много фильмов, мы знаем, известны про Модельяне, там, про других, это образ навязанный, что он должен быть пьющий, он должен быть шалопаем, там без скала, без двора, это все имидж, на самом деле, это все какой-то временный, отрезок был времени, все остальное, они все хотели жить нормально, я читаю письма Ван Гога, он жил очень трудно, несчастно, но при этом он всегда стремился к нормальной жизни, он хотел хорошо одеваться, он хотел хорошо питаться, он хотел все, но социальная жизнь буквально его задавила тем, что он фанатичный был при этом своим искусствам, только ради этого мы можем оправдать его существование в таком, вне социума, то есть, а сейчас время такое, что если художник, он может найти спокойность в своем, где-то применении своего труда, сейчас много сфер, поэтому все-таки надо социум существовать, но при этом не предавать искусство, где-то какой-то баланс надо необходимо находить, кто этот баланс не находит, конечно, тут уже надо иметь к нему сочувствие какое-то. А в художественной среде насколько вот это, существует ли какое-то художественное братство, насколько в вашей стране, вот скажем, есть какая-то помощь молодым художникам, что нужно сделать, где проходит обучение художников? Ну, у нас структура еще в советских времен осталась, есть художественные школы, художественные колледжи, художественные училища и есть университет. Это как бы непрерывное образование. Ну, молодежь, она, конечно, я вот, когда начинаю спрашивать что-то, я говорю, если ты сильно хочешь быть художником, то прям без этого жить не можешь, тогда иди. А если как бы, между прочим, мне просто нравится, я отговариваю, потому что жизнь художника, она очень сложна, поэтому надо сто раз подумать, прежде чем выбирать эту дорогу, потому что художников сейчас много, сейчас, знаете, много стиля, есть там, с интернетом связано, с дизайном, все. В принципе, они, нужно, сочетание найти, свою деятельность. Но сам по себе у нас есть структура, там, союз художников, есть общество, все, они существуют сами по себе, потому что это общественная организация, у них там финансов очень мало, поэтому я говорю художников, только рассчитывая на себя, на свои силы, и, может быть, на спонсорство каких-то людей. Надеяться на какие-то организации, ты можешь быть только членом, платить взнос и все, но надо рассчитывать на свои силы. Ну что же, я еще раз напоминаю, что выставка художника из Ингалии Судербаева продлится с 26 октября, по 4 ноября приходите в Творческое пространство интрига арт Вагнера 14 и посмотрите на картины, которые рассказывают об истории Казахстана, откройте для себя эту страну, откройте для себя эту культуру. Спасибо большое о говориме Ингалии за то, что вы пришли к нам. Спасибо, Ирина. До свидания. И до свидания. Спасибо за приглашение. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok